Привет, зритель! Ставим лайки и поехали! Сегодня у нас для вас нечто необычное. В дикой природе встреча с бурой медведем может оказаться роковой. Эти мишки по своей натуре одиночки, поэтому с большой неохотой воспримут желание человека завести с ними дружбу. Но уверяем вас, это все не о герое нашего видео. Знакомься, это Степа, 25-летний одомашненный бурый медведь, который живет в Москве вместе со своими приемными родителями Юрием и Светланой Пантелеенко. Несмотря на свои внушительные параметры, 136 килограмм мощи в двухметровом теле, Мишка очень нежный и ласковый сын. В новую семью Степан попал трехмесячным медвежонком. Малыш потерял мать и когда его нашли охотники, был очень слаб и истощен. К тому времени Чета Пантелеенко уже долго пыталась завести ребенка, но безуспешно. Решение дать дом осиротевшему животному было единогласным. Светлана и Юрий работают дрессировщиками. Они утверждают, что Степа очень спокойный и дружелюбный, потому что жил с людьми с самого детства. Он очень общительный Мишка и совсем не агрессивный. За 25 лет он ни разу никого не укусил, говорит мама Светлана. Степан привязан к своей новой семье. Любит нежничать и обниматься, играть на свежем воздухе, вместе с людьми сидеть на диване и смотреть телевизор. Также Мишка помогает по хозяйству. Посмотри, как ловко он поливает цветы. У медведя хороший аппетит. В день он уминает несколько килограммов овощей, яиц и до 25 килограммов рыбы. За образцовое поведение Сластену угощает банкой сгущенки. За все время Степу ни разу не кормили сырым мясом, чтобы не пробудить днем инстинкты хищника. Быт простой русской семьи выглядит примерно так. Косолапый добряк стал звездой многих фотосессий и отечественных фильмов. Он сыграл в картинах «Край», «Царь», «Елки-4» и сериале «Воронины». Согласись, немногие люди пошли бы на такой ответственный и опасный шаг. Приручение медведя – это исключительное умение. Чтобы он перестал считать человека опасным, должно пройти немало времени, а стать хищнику другом и вовсе исключение из правил. А как ты считаешь, в чем секрет прекрасных отношений семьи Пантелеенко и их приемного сына Степы? Напиши нам в комментариях. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт Астроумно. Странички в инстаграме, фейсбук, ссылки есть в описании. Всем пока!